This conference will now be recorded. Стали переходить на него, но, скажем так, печать это неизбежно, что-то придется печатать, в любом случае те же самые календарики или какая-то информация, которая распространяется у нас непосредственно в магазинах, непосредственно в прилавках, банках и тому подобное. Сегодня как раз я бы хотел поднять этот вопрос, если у вас будут какие-то вопросы, хотелось бы некого интерактива, я с удовольствием от вас их тоже выслушаю, если что, даже отвечу, в любом случае, не просто если что, а в любом случае я готов ответить на возникающие вопросы у вас, если таковые будут иметься. Просто пишем тогда в чате, что я по поводу, думаю о чем-то или, может быть, как бы вы это сделали, в любом случае готов выслушать все абсолютно. Ну что ж, я буду все показывать в индизайне 2020 версии, но хотя, по сути, можно работать в любом индизайне, даже CS6, ну, кстати, так, начнем, что CS6 это уже, можно сказать, достаточно устаревший индизайн, учитывая, сколько времени прошло, да, все-таки 2010 год, 2011 и 2020, 9 лет разницы, по-любому за 9 лет что-то поменялось и, может быть, даже стало лучше. Лучше отрабатываться. Ну, основные элементы, которые касаются непосредственно формирования самих документов, конечно, остались без изменения и просто нужно понимать, вот с чем мы сталкиваемся постоянно, и вот когда ко мне приходит кто-то учится, да, вот мы отрабатываем какие-то моменты, говорим о создании чего-либо и всегда возникает вопрос, а как же все-таки создать? Вот сейчас некоторые форматы, конечно, бы я разобрал. Итак, в милипорографии очень много различных форматов, и первый из них это, конечно, буклет или в другом лифлет, кому как нравится, они бывают совершенно разного вида. Я буквально сейчас наковырял в интернете несколько вариантов, у которых даже указаны размеры, но здесь мы должны понимать, что размеры всегда есть рекомендательные, а есть буквально наши, да, потому что я всегда могу отрегулировать, ведь если я плачу, да, и на бумаге это помещается, почему бы мне так не напечатать, поэтому типография обычно показывает какие-то свои классические стандартные размеры, но всегда есть возможность отойти от стандарта и задать чем, что-нибудь свое. И первое, да, начну вот с этого желтенького, самого простого, с одним фальцем. Напомню, что фальц это не что иное, как сгиб, иногда это называют беговкой, но это чисто технологический процесс, так или иначе, и то и другое является сгибом. И мне нужно сделать некий буклетик, в данном случае с одним фальцем, то есть буквально сложную книжечку, разворачиваю и читаю информацию. Начнем с самого простого. Опять же, даже для решения самой простой задачи у нас есть два варианта при создании документа. В процессе создания документа, я сейчас могу создать, конечно же, мы сталкиваемся с тем, что нам необходимо, с чего мы начинаем и тому подобное. Конечно же, я буду выбирать позицию intent, это print, то, что содержимое будет для печати, потому что веб или мобайл, мобильное устройство веб предусматривает другое цветовое пространство. Это тоже мы должны понимать. Вот, и если я выберу веб или мобайл, то в любом случае я столкнусь с fgb форматом, что, в общем-то, не подойдет мне для работы с печатью. Поэтому я останавливаюсь на print и дальше решаю, сколько у меня планируется страниц, будут ли у меня лицевые страницы, то есть развороты, а также определяю с неким форматом. И тут получается у нас уже первая вилка, сколько мне страниц создавать и какого формата. Если посмотреть на наш приведенный пример, то что тут 294 на 208, по факту получается это стандартный А4, почти стандартный А4, тут так написано. Но мы можем взять действительно стандартный А4 формат, это 297 на 210, чтобы не подписывать вот эти какие-то величины. И тут уже возникает вопрос, то, что как я это буду формировать, эту страничку. Либо я возьму целиком документ, как есть, и мне понадобятся всего лишь навсего две страницы, которые я потом буквально в документе покажу, что у меня там присутствует фальс. То есть у меня получится два разворота с имитацией изгиба. Либо я заранее предусмотрю, что я создаю страницы, или, если мы говорим полиграфическим языком, полосы. Но тогда получается, меня интересуют четыре полосы, потому что в нашем буклете страничек четыре. Две начальные, лицевая, разворот и конечная страничка. Я пока начну именно с процесса, наверное, имитации. Если мы говорим об имитации, то я указываю наличие двух страниц формата А4 горизонтального положения. Горизонтальное положение. В принципе, никто не мешает мне взять и изменить значение, например, вот этого нечетной цифры, 297, на что-то более четное. Как вот здесь, 294, или, допустим, я возьму и поставлю 300. В любом случае, мы должны понимать, что типография печатает это не на формате А4, это совершенно другой формат, либо это А4+, это дополнительно, это бумага, у которой немного больше размер А4, либо это вообще будут форматы А3+, или А2+, чтобы разместить на этих документах больше макетов. И за один проход пропечатать гораздо больше полиграфической продукции, которая нас интересует. Поэтому можно подправить, потому что, на мой взгляд, 300 пополам делится лучше, чем 297 пополам. Хотя, не знаю, но абсолютно все равно, он может и 297 нормально пополам разделить, учитывая то, что он знает достаточно большое количество цифр после запятой. И он не ограничивается даже двумя цифрами, у него там знаний на эту тему гораздо больше. Учитывая то, что я создаю как бы А4 горизонтальный, у меня есть 2 странички, все как положено, то дополнительно я, конечно же, укажу, что и колонок у меня будет несколько. Все-таки, если рассматриваем данный макет, нам нужно указать, в пределах каких полей будет находиться наша текстовочка, с которой нам нужно будет удобно работать, на что-то мы должны ориентироваться. Так или иначе, InDesign обязательно предусматривает поля для ориентиру, где же будет располагаться текст и какое-то графическое наполнение. Ну, если графическое наполнение и мы допускаем за пределы документа, чтобы получить картинку в обрез, то текст все-таки под обрез не пускается и должен немножечко отступать от границы нашей странички. Поэтому поля нам в любом случае придется сделать. В отличие от иллюстратора, да, иллюстратор не умеет указывать поля на странице. Вот у него есть такие минусы в данном случае. Ну, InDesign таких проблем нет. Я говорю, что у меня будет 2 колоночки и дальше определяюсь, сколько будет расстояние между колонок. Ну, тут нужно учесть, чтобы все было идентично, красиво, ровно. Я ориентируюсь, что общие поля, наверное, все-таки у меня будут по сантиметру. Этого вполне достаточно, чтобы хорошо текст смотрелся. Если информации мало, поля можно делать и больше. Тут все зависит от того, сколько информации у вас имеется и как вы хотите показать. Потому что иногда, скажем так, бывают требования клиентов, шефа, например, что нужно впихнуть как можно больше информации. Если вы можете умять все туда, весь каталог на 2 странички, это даже хорошо. Но все-таки мы должны понимать, что есть некий баланс, когда читабельность превращается в кашу. Если информация становится кашей, то, в общем-то, дальше смысла от этой листовки нет никакого. И читать ее точно никто не будет. Итак, я укажу 10 миллиметров поля общие. Поля общие. Слева, справа, сверху, снизу. И, конечно же, тогда мне нужно будет указать межколоночное расстояние. Все-таки у нас есть колонка 1 и рядышком колонка 2. Между ними расстояние должно быть, и оно будет равняться 20 миллиметрам. Почему 20? Потому что я рассчитываю, что у меня поля по 10 миллиметров. То есть на одной странице 10 миллиметров поля, на другой странице 10 миллиметров поля. То есть, получается, возле корешка отступ будет суммироваться и будет составлять 20 миллиметров. При желании, конечно же, можно дальше еще включить превью, чтобы нам InDesign показал. Это в современных версиях, в версии CS6, например, такого нет. Да, Наталья, конечно. Мы создали документы А4. Я не совсем понимаю, в документе А4 у нас идет гаттер, пальц. Мы же не складываем документы А4. Это если бы мы А3 создали, тогда бы мы его сложили. Не-не, в том-то и дело, что я сейчас делаю согласно вот примерно такого же формата, да, как у меня указано, 147 на 147. То есть одна страничка, это будет половина А4. А, то есть 294 на 208, это у нас получается не формат А4, а ближе даже к А3. Поэтому мы создали... Нет, это будет, если говорить о конечном варианте, конечный вариант это А5. Вот здесь он также предоставлен, как А5. 147 на 210, это А5 формат. Ну, вообще А5 формат это 148 на 210. Ну, здесь просто оно так указано, у какой-то типографии, что они печатают так. То есть предполагается, что этот документ будет складываться пополам, правильно? А если мы создаем документ А4, то мы не ставим гаттер. Тогда я бы поставил... Мы сейчас рассматриваем первый вариант отображения, первый вариант создания. Поэтому я показываю, как, давайте так, А5 формат получить с одним сфальцем, с одним сгибом, но и первым вариантом. И первый вариант у меня предусматривает две странички, которые я потом буду имитировать со складыванием. А второй вариант мы сейчас дойдем. Я покажу, как можно было получить еще другую. Понятно. Итак, поэтому гаттер, среднее расположение, да, или расстояние между... Межколоночное расстояние я ставлю 20 миллиметров и нажимаю ОК. Что вот... Фейсинг пейдж, лицевая страница или наличие разворотов я не указываю, потому что конечный итог мне нужен, чтобы один документ находился под другим. То есть сейчас, получается, мой формат, который я создаю, это как будто я А5 формат раскрыл, да, он у меня получился А4, и мне понадобилось два А4 листочка для размещения той или иной информации. Нажимаю ОК. Вот у меня получается такой листочек, причем две штуки. И чтобы мне показать, что здесь присутствует фальц, сгиб, да, я достаю линию, линия должна быть сквозной у меня, и ставлю ее в координате. Ну, учитывая то, что листочек я взял 300, то я его поделю напополам и пишу, что это будет 150. То же самое я произведу и со вторым листочком. 150. По факту можно было бы эти линии разместить в мастер-странице, тогда мне не пришлось бы на двух листочках рисовать. Но так как мне всего две странички нужны, я нарисовал, никаких проблем нет. И что я теперь вижу? Я вижу, что у меня есть документ. Это раскрытый документ. Даже можно добавить каких-нибудь картиночек. Ну, давайте я не буду заморачиваться с картинками, просто добавлю какие-нибудь, чтобы был понятен пример, то, что у меня есть. Текстом заполнять я заполню. То есть у меня будет лицевая обложка. Так, сейчас, секундочку. У меня включится. Ну, кто-нибудь давайте-ка я возьму из того, что у меня имеется. Что-нибудь покрупнее. Вот у меня, допустим, будет разворот с пшеничкой. Хорошо. Вот, я его располагаю на первой картинке. Ох, какая досада. Я кое-что забыл. То, что нужно было сделать обязательно. Вот, сбился немножечко. Вот. Дело в том, что сейчас размещать документ в формат, да, это может быть даже хорошо, что я так сейчас сделал. То, что я разместил конкретно в формат документа, да, это неправильно. Картинка не должна располагаться от и до по документу. Дело в том, что в типографии этот документ будут резать на бумаге. То есть, печатать его будут на большем формате. И если его будут резать, то могут быть проблемы из-за реза. И, возможно, проявление белых полосочек, да. Поэтому обязательно во всех печатных документах, которые предусматривают обрезку, вот, и заполнение изображениями или какой-либо информации в границу документа, нужно обязательно наличие полей, которыми мы можем пожертвовать. То есть, это называется поля под обрез. Итак, поля под обрез при создании документа должны быть обязательно установлены. Итак, документ сетап. Я не поставил позицию блин, поля под обрез. И поля под обрез должны составлять от 3 до 5 миллиметров. Это основные требования типографии, не считая, что, возможно, если я делаю обложку для книжки, то мне потребуется еще дополнение. То есть, дело в том, что для книжки твердого переплета, помимо под обрез, нужно обязательно еще под загиб. И там уже основные такие... Это надо с типографикой беседователем смотреть техническое задание типографии на создание данного макета. Ну, я могу вкратце в дальнейшем показать, что нужно учесть при создании данных макетов. Вот, я расскажу тогда. Итак, в нашем случае сейчас я ставлю 5 миллиметров под обрез. Я рекомендую всегда ставить 5. Когда вы создаете новый документ, прям автоматически ставим 5. Хотя типография говорит, что можно 3-5, ставьте 5. Почему 5? Потому что если вы сделали 5, 3 вывести потом не проблема. Если вы сделали 3, проблема будет явно выраженная, если вас попросили 5. Уменьшить всегда можно. Увеличивать это значит переделывать. Итак, 5 миллиметров под обрез. И, конечно же, картинка, которую я разместил в документе, должна быть именно по красным полям. То есть за пределы. В итоге вот эти поля, которые я здесь наблюдаю, вот они, красные поля, они будут в дальнейшем обрезаны. То есть когда я буду передавать в типографию макет, типография обязательно их обрежет. И значит, что на данных полях не должно быть никакой важной информации. Я даже скажу больше. Типография или по закону, по негласному такому, желательно также отступать от границ документа внутрь, как минимум на 5 миллиметров. Да, Наталья? Это не Наталья, это Олег. Добрый вечер. Кирилл. Добрый вечер. Ну вот так подписано просто. Ну да, это жена подписывалась. Значит, если, допустим, я уже сверстал документ и забыл эту опцию сделать, и чтобы потом что-то, ну, как бы на печать его отдать, мне придется этот документ полностью переделывать или можно эту опцию только поставить и все? В любом случае, когда вы опцию подставите, вам придется по макету пройтись и посмотреть, где у вас в макете какие-то элементы не заходят на поля, и их нужно будет на поля распространять дальше. То есть вот как у меня получилось, да, смотрите, еще раз я верну. Получается, я сделал документ, я поставил картинку, но я забыл про поля. Что мне придется сделать? Вот я включаю поля, но картинка при этом не увеличивается. Она не в курсе, что поля, надо за полями следить. Да, поэтому, когда я включил поля, мне нужно будет макет листать и смотреть, есть ли какие-то места, где мне придется просто-напросто сейчас картинку дорабатывать с точки зрения расположения, вот это подобрез. И если у вас на каждой странице это предусмотрено, придется сделать на каждой. Понятно, спасибо. Пожалуйста. Итак, вот у меня получилась эта обложка, концовка. Ну, можно сказать, что у меня вот здесь будет текст какой-либо. Так, текст, пшеница, пшеница. Я не буду заморачиваться сейчас на тему самой текстовки, как она выглядит. Надпись есть и хорошо. Да, сделаю ее покрупнее. Можно чуть-чуть раскидать текстовочку. Так, вот она, дать цвет. Да, цвет тексту. Окей. И расположу текстовочку по центру, да, в данном случае это будет по центру и можно по центру фрейма. Сейчас без энтузиазма, сильного мне это не нужно. Вот, в конце концов, внутренняя часть наполнения должна быть заполнена текстом, да, и чтобы это было заполнено, я также заполню так для виду. То есть не каким-то там супертекстом, а просто наличием текста в принципе. Итак, у меня есть некая текстовочка. Я заливаю шаблонным текстом. Это стандартная процедура для визуализации текстовочки, чтобы было понятно, как это все в целом смотрится. И вот у меня есть обложка и внутреннее наполнение. В принципе, я могу сказать, что данный вид действия также производится и для формирования обложки тех же самых журналов. Единственное, в журнале может быть еще дополнительно учет толщины крышка. Но это нужно будет дополнительно сделать, да, или учесть в создании данного макета. То есть типография вам говорит, что при вашем объеме информации, да, для вашего журнала и толщины бумаги, которую вы используете для печати, ваш корешок составляет там, например, 6 миллиметров. Тогда я должен буду это учесть. И опять же, данным способом создания документа я могу просто создать документ с учетом этих 6 миллиметров и просто расчертить направляющими, где же будет корешок. То есть если я хочу подправить данный макет, или давайте я создам новый, чтобы было уже понятно о принципе. То есть я создаю новый документ, и в этот раз я выбираю, да, меня интересует опятый формат. Это будет, допустим, маленький журнальчик, да, посвященный пшенице, истории и прочее. Вот. В итоге я создаю также не только не единственное, не 300 миллиметров, а с учетом корешка. То есть получается 306 миллиметров в толщину. Меня будут интересовать, естественно, две колонки. И теперь расстояние между колонок у меня будет не... Вот здесь, конечно, отступы по 10 поля. И уже будет не 20, а плюс 6 миллиметров, которые будет забирать сам корешок. Тут чистая математика, не более того, да. Вот. Я говорю, 26 миллиметров будет расстояние межколоночное. 10 миллиметров. И поля под обрез. В этот раз я точно не забуду уже. А, поставил. В итоге, окей. Вот он получается результат. И, ну, я один листочек создал. Ладно. Вот. И в конце концов, если я хочу показать, что здесь присутствует корешок, то я достаю уже две направляющих. И расставляю координаты. Первая координата. Если мы 306 делим пополам, это у нас плюс 3 миллиметра. Минус, плюс. Получается у меня 150 и 156. То есть я говорю, первая координата 150 миллиметров. Вторая координата будет 156. 156 миллиметров. И я вижу, что у меня уже расчерчивается дополнительно корешок, на котором я могу написать, что это за журнал. И получается уже совершенно другой. И так выделю. И через... Подкорректирую. Растяну даже. И получается результат. Плюс я могу здесь написать что-нибудь интересненькое. Ну, это первый вариант формата, который мы можем создать. То есть, вернее, ну да, первый вариант, с помощью которого мы можем создать данный формат. Второй вариант создания данного формата мы имеем в виду на выходе буклет формата, ну, почти А5, да, будем говорить, 150 на 210 миллиметров. То есть такое с одним фальцем, то есть с одним сгибом. Вот, она, то, что я показал, вот, да, вот он с одним сгибом, с одним фальцем. То есть второй вариант создания, это создание постраничное. То есть, когда я создаю новый документ, я указываю, что меня интересуют уже не две страницы, а четыре. Вот, естественно, у меня есть лицевая страница, которую я хотел бы использовать. Поэтому обязательно ставлю facing page, что это будет наличие разворота. Следом, я указываю, что меня интересует формат. И здесь прописываю, что формат этот составляет 150 на 210. То есть я указываю, что это практически А5 формат вертикального расположения. Отсюда, получается, у нас будет одна единственная колонка, если я запланировал одну. Или, может быть, у меня на страничке будет текст в две колонки. Тогда я могу указать и две колоночки. Кстати говоря, вот этот вариант, если у меня текст в две колоночки. Давайте даже вот так сразу отменю немножечко. Вот у меня текстовочка. Я применю команду разделения на колонки. Например, вот так. Но дело в том, что разделение на колонки визуально с помощью вот этих полей я уже таким образом не произведу здесь, в этом макете. То есть, получается, в моем макете мне две колонки придется предусматривать за счет деления непосредственно фрейма, да, которым, ну, тут могут возникнуть определенные трудности. И нужно будет создавать дополнительные стилистики, чтобы фрейм автоматически текст выделился там на две колонки и прочее. Но если я такое не хочу, да, если я хочу, чтобы у меня было по-культурней, ну, или просто по-другому, тогда при создании нового документа, еще раз, фейсинг-пейдж 150 на 210, я могу указать, что у меня есть две колонки по 5 мм. Давайте пока одну оставлю, потом я поменяю. И 10 мм полей со всех сторон, и, конечно же, 5 мм под обрез. Нажимаю ОК. В итоге я вижу документ, в котором есть лицевая сторона, разворот, концовка. То есть, по сути, то, что я здесь наблюдаю, у меня разделено лицевая сторона и концовка. Концовка унесена вниз. А разворот остается такой же целенький, как у меня предусмотрен был в предыдущем макете. Но по листочкам я вижу, что у меня их 4. И если я поставлю нумерацию даже, то их будет 4. В предыдущем макете нумерация не сработает должным образом, учитывая то, что InDesign в курсе только о наличии двух листочков. И тогда придется нумеровать, ну, скорее всего, вручную. Итак, когда мы работаем уже с таким документом, мы можем себе позволить в этом документе и так, чтобы сразу заранее наш документ поделил на развороты, точнее, странички еще и на пару колонок. Это можно было сделать в самом начале, от чего я отказался, когда я рассказывал. А второе, я могу это сделать и уже после. То есть зайдя в сведущие к Layout, Merge, Columns, Merge, Columns. У меня есть возможность указать, что я хочу использовать две колонки в моем макете. И вот, получается, у меня разворот формируется с двумя колоночками. Я могу добавить уже текстовочку и более ответственно поднестись ко всему происходящему. Здесь все четко видно, четко прослеживается. Плюс листочки, если что, между собой можно даже менять. И тоже таких проблем нет. Единственная проблема может возникнуть тогда, если мне скажут, а в вашем макете, в вашем документе должен быть корешок. А как мне здесь делать корешок, если это два листочка, стоящие между собой? Но в этом случае вам придется тогда, опять же, несколько вариантов. Можно сделать корешок, чтобы это был новый документ в виде корешка. А второй вариант, мы можем с вами просто одну из страничек сделать на часть больше. Но отсюда может совсем возникнуть неточности с точки зрения дальнейшего вывода первой и последней странички. Вот тут есть, скажем так, свои нюансы вывода. То есть тут уже вопрос, как мы будем предоставлять макет. Но я бы рекомендовал, может быть, делать отдельно корешочек. Хотя в типографии в любом случае будут от вас ждать не постраничный вывод документа, а именно вывод документа в виде двух разворотов, если мы говорим об обложке или данном в виде буклета. Если бы это был каталог, естественно, сам журнал, блок, то блок журнала от вас бы ждали именно постраничный. А здесь, так как это обложка, она печатается отдельно, и, естественно, будет визуализация и вывод немножечко по-другому. Если же мы все-таки хотим вывести буклетик, который выглядит у нас как два фальца или как три фальца, тут уже надо подходить к делу с расчетами и с такими же, скажем так, имитациями. Дело в том, что при создании мы можем с вами организовать наличие документа с необходимой страницей, форматом страницы. И, может быть, даже в некоторых случаях это будет лучше. Или просто имитировать двумя документами. Учитывая то, что нам сразу предоставляют, например, размер непосредственно нашего документа, 294 на 208 или 418 на 147, тут все видно. Мы можем с вами создать документ данного формата и потом также визуализировать разделение с помощью вот этих линий. Что нужно учесть, когда мы делим вот это с помощью линий? Если обратить внимание, видно, что в таких вот документах, в таких вот лифлетах присутствуют размеры и они не совсем одинаковые. Если посмотреть, вот здесь написано 99, вот здесь 98, 97. То есть это клапан и внутреннее содержимое. Или, например, вот здесь 103, 104, 105, 106. То есть постепенно на миллиметр увеличивается. То есть наша книжечка будет складываться и миллиметр запаса требуется как раз на толщину бумаги и размер сгиба. Да, чтобы при складывании макет не дыбился, не раздувался, потому что вся бумага стоит в распорку. Поэтому, наверное, самый оптимальный способ – это вот, как я показал, первый вариант создания документика, когда мы создаем общий большой формат, а потом уже непосредственно делим вот этими направляющими. Конечно, есть и третий вариант. Третий вариант, когда я могу создать документ, но каждую страничку сложить друг с дружкой. Это более сложный, более муторный процесс работы, но возможен. То есть, когда я создаю новый документик, я указываю, что у меня есть формат. Причем желательно, конечно, тогда просто в данном случае придется форматы заложить в большом количестве. Они же, по крайней мере, согласно вот этого требования, здесь видно, что идет увеличение размеров постепенное. 99, 96 и 97. Нет, 98, 97. 99, 98, 97. И мне придется создать три страницы данного размера, данного формата. Получается, я создаю новый документ и заранее говорю, что у меня есть целый набор таких форматов. Закладываю высота 208 написано. То есть, у меня получается высота 208. А ширина 99. 99. Пишу там первая сторона, нажимаю add. Первая готова. Вторая сторона 98. 98, пишу, что это вторая, add готова. И 97, 97. Третья add готова. Теперь у меня получается документ, в котором, вернее, в индизайне есть три вида документа, которые, по сути, я один раз использовал, а потом они мне не нужны становятся, потому что я их использовать не буду. Итак, я создаю новый документ формата, например, первого, вот этого, под 99. Сколько я страниц создаю, мне сейчас не важно. Я буду формировать документ уже в дальнейшем. Ну, пусть будет. Фейсинг пейдж отключу, никаких фейсинг пейдж. Нет, хотя там корешок понадобится. Пусть будет фейсинг пейдж. Вот, и скажу, что мне все две страницы. Так как в странице каждая поддельность указывает, что у меня будут поля по 10 миллиметров и 5 миллиметров под обрез со всех сторон. Все стандартно. Колонка одна и единственная. Нажимаю ОК. Что я получаю? Вот он, фрагмент длинный. Вот второй длинный фрагмент. А теперь мы формируем сам документ, да, потому что сейчас здесь совсем все не ясно и непонятно. Дело в том, что на панели пейджис нам нужно будет организовать разбиение структуры и формирование своей собственной структуры документа. Таким образом, я отключаю структуру документа. Теперь у меня каждая страничка сама по себе и никаким образом не соблюдается порядок. Что значит порядок? Ну, я надеюсь, вы понимаете, что порядок это первая страница, вторая, третья, четвертая, пятая. И причем как первая лицевая, а дальше должны быть развороты, да, это порядок в документе. Здесь же я могу делать как угодно. И могу теперь сказать, что первая часть документа, вот она, первая страница, находится по левую сторону от корешка. Передвигаю по левую сторону корешка. Согласно моего макета, у меня получается размер 99, 98, 97. Стало быть, мне не хватает еще двух страничек. Одна будет 98, размером вторая 97. Что получается? Я добавляю еще одну страничку. Я говорю, у меня будет рядышком страничка по правую сторону от корешка. Вот она. Эта страничка должна быть формата, которому я дал циферку 2. Разворачиваю списочек, говорю, 2. Ты на миллиметр меньше. Есть. Следующая. Добавляю еще одну страничку. И говорю, что теперь на страничке, следующей страничке, ее формат составляет формат 3. В итоге сейчас я точно могу сказать, что у меня есть 99, 98, 97. Также на следующем документе я формирую аналогичную систему. Но здесь вы должны понимать, так как это обратная сторона, на обратной стороне все идет в зеркальном виде с точки зрения расположения. То есть, если мы говорим здесь 1, 2, 3, то если перевернуть документ, у меня получается 3, 2, 1. Соответственно, в нашем документе я говорю, что первый, который есть, это формат 3. Добавляю следующую страничку рядышком буквально. Я говорю, вот этот формат, это будет 2. И добавляя еще одну страничку, это будет формат 1. В итоге у меня получился тот самый лифлет, который состоит из трех страниц с одной, трех с другой. То есть, у меня будет 6 полос. Сгибы здесь формируются за счет непосредственно самих страниц, потому что они учтены. И плюс, каждая страничка является индивидуальной. То есть, теперь я могу верстать все, что угодно, и у меня будет четко соответствовать действительности и размерам, и структуре, и прочее. Естественно, в типографию все передавать нужно не постранично, а разворотами. Потому что, если вы передадите постранично, то каждая страничка будет предоставлена как отдельная структура. И в типографии просто не разберутся, что куда и зачем это вообще было сделано. Если же будет все двумя разворотами, тогда тут все понятно, а сгибы и так будут ясны. Просто надо будет указать, что это первая страница, и слева 99, дальше как по требованиям. А на второй странице измерение идет справа по требованию. Конечно же, помимо лифлетов, у нас есть и другие, например, форматы. Это какие-нибудь домики и тому подобное. В данном случае, опять же, нужно учесть, конечно, желательно почитать информацию или посмотреть, что пишет типография в данном случае. Но создание домика тоже необходимая вещь. И мы можем создавать это как одним документом, так и в несколько страничек. Иногда это бывает удобно. Но то, о чем обычно мы не беседуем, нам не приходится с этим беседовать. А смотрите, получается, у меня есть документик, в котором расположение информации идет на горизонтальных листочках. И мне нужно показать в одном документе, что один листочек находится под другим листочком. Как мне сделать? Ведь развороты у меня все находятся в вертикальном положении. Если я собираюсь делать горизонтальный или, например, календарь, который имеет горизонтальную структуру, но он перекидной. И вот как мне сделать, чтобы разворот получился несколько иначе? Это делается вот каким образом. Я создаю новый документ. Допустим, пусть будет на 5 страничек. Сейчас они не принципиальны. Я даже других параметров ставить не буду. Вот он, новый документ. Что у меня есть в возможностях? Выбрав разворот, зайдя в свойства атрибутики, я могу сказать, что разворот мне нужно повернуть на 90 градусов. И в итоге, работая с ним, я вижу, что он выглядит несколько иначе. Я могу спокойно создавать вертикальное перелистывание. То есть для данного домика я мог бы без проблем задать, что меня интересует разворот. Разворот, где будет, например, те же самые значения, как у лифлета. Вот они, да? 99 на 210 или 100 на 210. И сказать, что разворот находится в повернутом состоянии. Тогда можно нормально сделать макетик, с которым будет удобно работать и потом передать в типографию. Есть ли вопросы? Понятный ли процесс создания и вообще структуры при создании? Была ли полезная информация? Было бы очень плохо, если бы какой-то отклик дали, фидбэк на данную тему. Так, ну что ж, если вопросов нет, тогда, надеюсь, информация была полезной. Спасибо, что вы подключились. Спасибо, что послушали. Конечно же, я буду с удовольствием ждать вас на свои курсы по индизайну. Иллюстратору, поверьте, то, что я рассказал, это лишь маленькая часть, о чем можно поговорить вообще в целом в графике. Спасибо вам. Тогда на сегодня все. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok